Доброе утро! Меня зовут Павел Поцелуев и я большой фанат барбекю. Сегодня я хочу приготовить для вас свой любимый рецепт хот-догов с маринованным гучком, острым перчиком чили и хрустящей булочкой. Давайте начнем. Для начала нам потребуется замариновать лук. Я буду использовать одну луковицу красную и одну белую. Лук мы с вами нарезаем полукольцами. Самое главное это острый нож и будьте аккуратны. Не спешите. Вот такими движениями лодочкой мы с вами нарезаем лук. Отлично! Берем миску, любую емкость и прикладываем туда лук. Далее мы с вами добавляем 120 мл винного уксуса. 120 мл яблочного уксуса И 120 грамм сахара. Это примерно 5 чайных ложек. Конечно же, не забываем про соль и перец. По одной чайной ложке. И мой секретный ингредиент. Это 2 чайные ложки сельдерея. Теперь мы с вами должны активно все это перемешать руками. Немножко подавить лук, чтобы он включился в работу и стал мариноваться. Оставляем мариноваться наш лук примерно на 3 часа. Это будет более чем достаточно. Брикеты мы с вами располагаем таким образом, чтобы создать максимальную зону прямого жара. Нам нужно с вами обжарить колбаски. А я хочу, чтобы все соки у нас остались внутри. И немного прогреть булочки. Ставим решетку. Ставим центральную секцию. Закрываем крышку гриля и ждем примерно минут 10. Она у нас хорошенько прогреется. Мы потом сможем почистить ее щеткой. А пока нам нужно с вами нарезать булки для нашего потока. Все очень просто. Берем булку, острый нож, кладем ее на доску и делаем надрез примерно до середины булки. Отлично. Потом немного раскрываем ее руками. Самое главное, чтобы она у нас не порвалась и не сломалась. И оставляем в таком положении. Как раз сюда у нас будет помещаться колбаска и маринованный лучок. Все то же самое делаем с остальными булками. У меня сегодня 5 друзей и 5 хот-догов. А пока давайте с вами нарежем немножко перчика чили. Я рекомендую, конечно, обращать внимание на остроту. Прежде чем добавлять готовое блюдо, обязательно попробуйте маленький кусочек на язык хотя бы, потому что вы же не хотите, чтобы ваши гости обожглись. Обожглись. У нас колбаски не очень большие. Каждая весит примерно грамм по 80. Поэтому для полной обжарки нам потребуется не более 5 минут. 2,5 минут с одной стороны и 2,5 с другой. Закрываем крышку, чтобы у нас не было огня в гриле. Мы хорошенько обжарили наши колбаски. Теперь их сдвигаем вбок, там, где у нас нет брикетов либо углей. И там, где у нас максимальный жар, обжариваем булочки. Но так как в них очень много сахара в этом тесте, обжаривать их нужно не более 5 секунд. На каждой стороне 5-7. Берем в охапку сразу все булочки. И выкладываем их на решетку. В руках всегда держим щипцы, чтобы сразу их перевернуть. Видите, уже образуются очень красивые отметинки на них. Гриль-полоски. Все. Я считаю, достаточно. Снимаем булки. Компонуем наши хот-доги. Я заранее уже подготовил соус, в состав которого входит горчица и кетчуп. Раскрываем булку. Добавляем сюда немного лука, который мы заранее замариновали. Немного соуса. И, конечно же, горячую колбаску с гриля. Какой аромат! А эти пока пусть у нас полежат в тепле. Добавляем сверху еще немного соуса. И, конечно же, маринованного лука. Не бойтесь, кстати, остроты этого лука. Во-первых, мы взяли смесь белого и красного. И в то же время за счет сахара, вина, вукса, он у нас стал достаточно мягкий и деликатный по вкусу. И финальный штрих, который, естественно, зависит от ваших вкусов, но я рекомендую добавить, это острый перец чили. Но аккуратно все. Наш хот-дог готов. Осталось его только попробовать. Как вы видите, рецепт у нас получился очень вкусный, но в то же время очень простой. Готовьте больше, готовьте на природе. Сейчас сезон барбекю в самом разгаре. И самое главное, вкладывайте душу. Ваши родные и близкие обязательно это оценят. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok